Добрый день! Поступил набор, целый набор вопросов, такой своеобразный дайджест. Поскольку почти все вопросы подразумевают не развернутые шовраки ответа, а короткие, то, соответственно, отвечу на них в одном видео. Расскажите про важность графика сна, еды, отдыха, суточного, недельного, возможные комфортные графики для различных личностей. Ну, во-первых, личности все разные, поэтому и графики тоже у всех будут разные. Кому-то комфортно вставать рано, кому-то поздно, кому-то рано ложиться совершенно невозможно, а кто-то только так спать ложиться и может. То же самое касается еды. Важность графика, да, безусловно, график важен. Но, опять-таки, по-разному. Если мы возьмем животный мир, то у животных вообще никакого особенного графика нет. Они едят, когда голодные, они спят, когда им хочется спать, и, соответственно, редко какое животное спит 8 часов подряд, ну, разве только что вот кошки могут так долго спать, а остальные пробуждаются по несколько раз за дочь. В остальном же это рекомендации именно общего плана. Да, сон порядка 8 часов в сутки. Да, еда. Не перегружать жирным, жареным, не перегружать углеводами. В общем-то, то, что широко известно, вы легко можете найти в интернете массу различных диет. При обладании какого-то одного вида питания, белкового ли, углеводного ли, всегда плохо. Работа. Да, работа должна быть 8 часов. Пожалуйста, селестки и ткачи, 19 век. 8 часов на работу, 8 часов на отдых, 8 часов на сон. Это очень грамотная установка была в конце 19 века и на сих пор совершенно актуальна. Отдых. Отдых – это ничего не делание, не лежание пузом вверху на диване. Отдых – это смена деятельности на приятную и активную, о чем, собственно, мы постоянно говорим в наших видео. То есть, опять-таки, любая разновидность отдыха может подойти, но с детства, кроме употребления алкоголя, что отдыхом не считается. График суточный или недельный? Можно по-разному. Не обязательно он должен быть у вас абсолютно одинаковый, он может разниться. Второй вопрос. Известна ли вам практика реабилитации с помощью игр? Надо понимать компьютерных игр. Когда человек, играя в стратегические, игра начинает понимать свои отклонения, улучшая свою игру, коррективно свое поведение. Нет, неизвестно. Либо я не совсем понял, какие игры имеются в виду, потому что если это имеется в виду компьютерная игра, то человек, как правило, играя в нее, как раз-таки пользуется тем, что он может быть в игре супергероем, а по жизни быть абсолютной тютей-вятей. Вот. То есть, он не корректирует себя, он просто создает другую реальность. И в этой реальности он является тем, кем ему хочется, никак не изменяя себя в реальности. Либо, может быть, имеются в виду какие-то игры, которые, вот, разумевают реальное участие, там, я не знаю, пейнтбол, страйкбол, еще какие-то другие игры. Ну, там, естественно, конечно, они влияют и на поведение человека, на возможность его работы в команде. И как-то поведение тоже как-то должно корректироваться. Тот же самый спортивный туризм, гораздо более ранее направление, тоже влияет на способность человека в работе в команде и на его психоэмоциональные качества. Хотя, возможно, в дальнейшем при разработке компьютерных игр можно будет пытаться учитывать вот этот момент и вносить какие-то элементы. Поскольку развивающие компьютерные игры мы уже имеем, то, наверное, можно попытаться создать игру, стратегическую в том числе игру, которая будет как-то влиять и на психику человека. Хотя, на мой взгляд, пока мы можем наблюдать, скорее, не очень позитивное влияние компьютерных игр на психику человека. Вот этот вот характерный уход в другую реальность без как раз-таки попыток достижения тех же результатов, но в реальной жизни. Третье. Как музыка влияет на человека? Особенно как влияет постоянное прослушивание однообразной эмоционально надрывной музыки. Музыка влияет на человека по-разному. Разная музыка для разных состояний души. Классическая спокойная музыка влияет не только на человека, она и на коров влияет, коров начинает лучше дается. И на человека она тоже влияет в общем и целом положительно. Если мы говорим о музыке, которая необходима для интенсивной физической работы, для, допустим, интенсивной тренировки, то это другая музыка. Это как раз-таки может быть какая-то рок-музыка. Однообразная надрывная, да, наверное, это плохая музыка. Ну, как плохая. Это музыка, которая достаточно травматично может воздействовать на психоэмоциональную сферу и особенно при длительном ее прослушивании. Я бы не стал говорить вот так однозначно, что такая музыка хорошо, такая музыка плохо. В какой-то определенной дозе, в какой-то определенной ситуации та или иная музыка может давать положительные результаты. Перебор, чего бы то ни было, скорее всего, будет плохо. Ну, правда, классику перебрать, наверное, сложно, а вот, допустим, чрезмерное прослушивание рока, наверное, будет вызывать определенную дестабилизацию психоэмоциональной сферы. Вот эта вот, как вы обозвали, однообразная эмоционально надрывная музыка тоже, скорее всего, не будет способствовать психоэмоциональному здоровью. А в небольших адекватных дозировках, по времени, естественно, имеется в виду, я думаю, что все это вполне возможно. Ну и четвертый вопрос просто шедевральный. Опишите признаки психически здоровой личности, социальное, рабочее, эмоциональное, питание, физическое. Ну, ребята, для этого не хватит, наверное, и нескольких дней видео. Вот я такое на YouTube просто никогда не смогу загрузить. Совершенно упрощенно, так типично парамиски, могу сказать, что признаки психической личности – это отсутствие признаков психически больной личности. Если мы не видим симптоматики психических расстройств, опять-таки смотрим видео на экране по поводу психического здоровья. Если мы не видим признаков психического заболевания, если человек чувствует себя комфортно, если его комфортное состояние не создает дискомфорта, неудобств для окружающих, то это и есть здоровая личность. А так все здоровые личности, естественно, разные. И описать их в единых каких-то социальных, рабочих, эмоциональных критериях, в том числе даже питания физических, это, по-моему, совершенно невозможно. Ну, или, если возможно, это огромный объем работы, но не очень понятно, для чего это вообще нужно делать. Вот такой вот своеобразный дайджест. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднауков.нет и на нашем канале на портале youtube.com. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.